Спектакль окончен. Я сегодня пришел, чтобы защитить свое честь и достоинство, а также взыскать компенсацию за моральный ущерб, который причинила мне эта ответчица в размере 10 тысяч рублей. С этой дамой я познакомился в буфете театра. Приехала замечательная постановка. Я просто не мог ее пропустить, так как я очень интеллигентный, я очень люблю постановки. И, конечно же, я увидел эту замечательную даму на тот момент, и она мне просто вскружила голову. И через три месяца изысканных ухаживаний я сделал ответчице предложение. Была шикарнейшая свадьба. Я пригласил живых музыкантов, также были дрессированные собаки, также люди, которые запускали в небо шары. И это все за мой счет. Ну, конечно же, ответчица не могла не согласиться выйти за меня замуж. И свидетельство о заключении брака я приложил к материалам Дена. Я вообще человек, который не приемлет никакого психологического давления. Поэтому я дал свободу действий, дал выбор, чтобы она решила, какую фамилию ей оставить. Я, знаете, не из тех мужланов, которые не дают возможности выбора. Я ей дал выбор. Она выбрала мою фамилию Мискевич. Но я даже не мог предполагать, что мою фамилию очернят, что она будет использовать ее в корыстных целях. Что ты несешь? Ответчик, не комментируйте, пожалуйста, истца. Чуть позже я предоставлю вам слово и вы дадите свои объяснения. Хорошо? Продолжайте, истец. И я совсем только недавно понял, для чего был этот весь фарт. Она хотела выйти за меня замуж, чтобы взять мою фамилию, а потом меня просто бросить. Вы понимаете? Нашу свадьбу шикарную даже напечатала местная газета. Вы представляете? Вот, смотрите, пожалуйста. Вот распечаточка. Здесь мы еще счастливые, конечно же. Но недолго счастье длилось, так сказать. И в итоге мы переехали жить в мою квартиру, хочу заметить. Да, немножко старой постройки, но все же. Я проживаю с мамой, и Ольге, отведчице, уже сразу все не понравилось. Вы представляете? Не успела она переступить порог, так она начинает уже свои права качать. Это не то, здесь не так. Надо сделать ремонт, надо заменить матрас. Простите, это родовое имение. Там еще мой дед жил. А эта, извините, пришла и уже начинает здесь свои права качать. Высший суд, я хочу заметить, что это просто недопустимо. В итоге мне пришлось отникиваться и говорить о том, что я ни в коем случае не перееду, ни в какие там новостройки, потому что я работаю обычным всего лишь, учителем географии. У меня нет финансов купить новую квартиру нам. Поэтому довольствуйтесь, чем можете. Ой, я не могу, я на эмоциях просто. Успокойтесь и продолжайте. Хорошо, спасибо. И в итоге она покупает какие-то чашки, которые вообще не соответствуют сервизу моей мамы. Потому что у нас должно быть все аккуратное. Потому что у нас столько много антиквариата. И мне приходится уносить эту посуду всю в нашу комнату. Вы представляете? Это ж ужас какой-то. Конечно же, к высокому она не приучена, походу. И она все причитает. Купи какую-нибудь новую мебель. Надо новая мебель. Ты знаешь, вообще, из чего сейчас делается эта мебель? Из запилок каких-то. Раньше вот из массива дуба все изготавливалось. А сейчас просто, извините, плюнь и рассыпется все это. Это же просто уму непостижимо. К высокому точно нам была не приучена. Истец, в предмет спора, который сейчас в данный момент суд рассматривает, входят ваши честь и достоинства, а не чувства прекрасного. Давайте, пожалуйста, по существу, ближе к предмету спора. Хорошо, высокий суд. Я вас услышал. Ольгу все не устраивало. И в итоге она подала на развод. Вы просто представляете? Она говорит, что мы не подходим друг к другу. А я такой, как не подходим? Мы же два эстета. Мы же ходим в один театр. Мы любим литературу. Как не подходим? Ну и в итоге, пожалуйста, я развелся. Также в материалах дела есть свидетельство о расторжении брака. Из ваших объяснений суду пока непонятно, каким образом ответчик порочит ваши честь и достоинства. Высокий суд. На днях я захожу в социальные сети, в Инстаграм и вижу публикации. А знаете какие? С моей фамилией Мицкевич. И вы знаете, что там за реклама, простите? Расскажите. Какие-то курсы. А, извините, Ольга Мицкевич в путь к совершенству. В путь к какой-то роскошной жизни. Что это такое? Это ж позорище какое-то. Все бы ничего. Я бы ничего не ответил и не пришел бы сюда. Ну, извините, там моя родовая фамилия. Сам дед ее носил. Ой, наверное, сейчас бы он очень ругался бы на меня. И представляете, и она завела курсы. Я знал, что она хочет какие-то курсы открывать, но не вникал. Думаю, открывай, пожалуйста. Нужно было со мной общаться. Высокий суд. Я считаю, что ее курсы по привлечению богатых мужиков каких-то просто порочит честь и достоинство моей фамилии, моего рода. Это просто недопустимо. Истец, объясните, пожалуйста, в каких конкретно публикациях, как вам кажется, опорочена ваша честь и достоинство? Высокий суд. Я направлял в суд скриншоты этих публикаций. В каждой публикации просто сплошное вранье. Вот, обратите внимание. Это же какой-то кошмар. Посмотрите, научу, как найти богатого мужа. Высокий суд. Все эти публикации, которые были опубликованы, я требую немедленно удалить, потому что они порочат мою фамилию. Это вы представляете? Я живу в небольшом городе, и моя фамилия фигурирует на этих каких-то сайтах. Я, извините, интеллигентный человек. Я, извините, получил учителя года. А здесь какой-то творится беспредел. Понимаете? И, конечно же, приплетут мою фамилию и меня. Я не хочу быть сообщником этой, извините, преподавателей курса странных, да и вообще высокий суд. Мне кажется, она не случайно оказалась в этом театре. Она меня караулила и пыталась охмурить, чтобы заполучить мою родовую фамилию. Вы представляете, какая у нее девичья фамилия? Пупова. И как бы это звучало, извините, в ее публикациях? Пупова – путь к успеху. Пупова завоевывает мир. Какой-то просто кошмар. Уважаемый высокий суд, я хочу, чтобы вы были уверены, что я пришел сюда с твердыми намерениями. И я хочу завершить свой монолог словами. Украли фамилию, подло и дерзко, используя юношу как жизнеплан. Теперь заберу ее быстро и честно. Пусть будет в жизни меньше инфо-цыган. Спасибо, истец. Отвечу, будут у вас вопросы? Да. Жан, разве ты не сам предложил мне взять твою фамилию? Еще и потом не препятствовал тому, чтобы я оставила ее после развода? Я не мог себе позволить обидеть женщину, но когда я узнал, что ты транслируешь, это был просто кошмар. Ответчик, еще вопросы есть? Нет, ему бесполезно задавать вопросы. Истец, ваша позиция в суду понятна. Ответчик, пожалуйста, теперь ваше объяснение. Согласны с иском, не согласны. Высокий суд. Конечно же, с иском я абсолютно не согласна. На секундочку, я выходила замуж не из-за какой-то там фамилии. Я действительно была влюблена. Да, ухаживание, нужно признать, были прекрасны. Конечно, прекрасны. Не перебивай, пожалуйста. Были истец. Простите. Продолжайте. Были лебеди, луна, прогулки по скверу. Действительно, это было изысканно и красиво. Никто, ни один мужчина до этого за мной так не ухаживал. И, конечно, я расцвела рядом с этим мужчиной. Мне это было очень-очень приятно, как женщине. Но была большая-большая проблема. Дело в том, что когда мы встречались с истом, мы жили в разных городах. И, конечно же, когда живешь на большом расстоянии, узнать за столь короткий промежуток времени, только три месяца у нас было, чтобы узнать друг друга до свадьбы, это была моя ошибка так быстро выйти замуж. И познать в таких условиях другого человека было невозможно. И когда я вышла замуж после вот этой вот свадьбы, про которую он... Роскошные свадьбы хочу заметить. Истец, суд делает вам замечание. У вас только что была возможность высказать свою позицию. Сейчас суд хочет послушать объяснение ответчика. Это понятно? Да. Продолжайте ответчика. Роскошная свадьба, это, конечно, все очень субъективно, но пусть так оно и будет. На самом деле, мне сразу немножко даже было интересно и нравились такие повадки истца. Вот его это принадлежность, якобы принадлежность к аристократическому роду. И когда мы уже жили в квартире с истом и его мамой, его мама рассказала мне, что село, деревня, где они жили, проживали до того, как приехать в город и купить квартиру в центре города, они жили в селе, где у каждого второго была такая фамилия. А истец, на самом деле, очень сильно привирает, и это неправда, то, что он изучал свой род, потому что мама говорила, что он даже отцом своим не интересовался, не говоря уже про исторические какие-то корни. Через время также я поняла, что на нашей общей любви к театру, к прекрасному, к литературе, семью не построишь, далеко не уедешь. И вообще вся эта изысканность, это нелепая бутафория, просто пыль в глаза. Да, действительно, это было неприятно. То, что истец говорил, что я пыталась обновить как-то мебель, либо купить тот же матрас, конечно, мне хотелось жить в лучших условиях. И такой точкой, когда истец постоянно пресекал меня, мои желания создать нам более уютную атмосферу для проживания, было то, что истец решил в нашей квартире, в той квартире, в которой я тогда вместе с ними проживала, построить камин в гостиной. Мой бывший муж решил сделать камин. Причем нужно ведь понимать, что конструкция полов в пятиэтажном доме не предрасположена, не предназначена для возведения камина. Жан в свое время привез целую груду кирпичей и начал по инструкциям из интернета возводить камин. И, конечно же, пол рухнул. А я говорила, я предупреждала о таком исходе событий. Благо, мы живем на первом этаже, и никто не пострадал. Конечно, пол потом пришлось заменить. И это была единственная покупка, которую мы сделали за время совместного проживания. А все остальное истец покупал на барахолках и тащил весь этот хлам к нам в квартиру. Какой хлам? Это антиквариат. Истец, вам замечание, а вы, ответчик, пожалуйста, давайте ближе к сути заявленных к вам исковых требований. Расскажите, пожалуйста, суду о курсах, в которых, как указал истец, вы использовали вашу общую фамилию. Да, высокий суд, у меня на самом деле есть курсы. Я преподаю. Но, опять прошу заметить, не курсы по тому, как охмурить мужчин или найти богатого спонсора, как об этом говорил истец. Вся информация из уст этого мужчины была вывернута наизнанку. Я обучаю эстетике, этикету и манерам. Также у меня есть литературный клуб. Да, мы там изучаем зарубежную классику. Но совсем не с целью кого-то обмануть. Это было бы абсурдно. Я в суд прикрепляла, направляла программу своего курса. И если вы с ней ознакомитесь, там действительно благие намерения по тому, как современных девушек немножко вернуть в сторону манерности, немножко вернуть к эстетике. Посмотрите, как сейчас одевается современная молодежь. Как они за собой ухаживают, как безвкусно сочетают между собой фактуры и цвета. Я считаю, что нужно нести в массу эстетику и красоту. Это мое призвание. Я учу девушек подбирать наряды, ухаживать за собой банально, просто краситься красиво и уместно. И это совсем никак не связано с тем, чтобы заполучить себе богатого мужчину. И хочу сделать акцент на том, что если истец свято верит в то, что он принадлежит к аристократическому роду, то я своей деятельностью не делаю хуже, я эту фамилию не оскорбляю, я делаю ее более известной, значимой. Ответчик, вот вы говорите, что преподаете курсы. Вы имеете для этого соответствующее образование? Да, я имею сразу два высших образования, психологическое и педагогическое. Ну и дипломы я направляла в суд. И знаете, перед тем, как прийти сюда, я пыталась разрешить конфликт мирно. Я пыталась договориться, обсудить, но каждая моя инициатива завершалась скандалом, криками, какими-то непонятными обидами. Я пыталась разговаривать с сестом, потому что его желание, чтобы я отказалась от фамилии. Но сделать я этого не могу по ряду причин. Первая причина того, что я не могу отказаться от этой фамилии, это мой личный бренд. На просторах интернета меня уже знают, как Ольгу Мицкевич. И когда я сменю фамилию, если вдруг такое случится, мои ученики просто потеряются. И я уже достаточно известна. И если я буду менять, это будет урон моей школе. А, соответственно, это сейчас мой единственный источник дохода. Также есть вторая причина, почему я бы не хотела менять фамилию. Потому что в печать уже запущена печатная продукция. Это визитки, это какие-то буклеты, это маленькие книжечки для девушек, которые проходят мое обучение. И, конечно, это все придется переделывать. Мне бы этого делать очень не хотелось. Но поскольку с сестом договориться у меня не получилось, я обратилась в исторический архив. И, к счастью, сейчас за приемлемую сумму можно найти и собрать всю информацию о своих корнях. Я подала заявку через интернет. И уже через пару месяцев мне пришел ответ с очень хорошей новостью. И вы не поверите, на самом деле нашли в моем роду однофамильца. И им оказался прадед моего двоюродного дяди с такой же фамилией Мицкевич. Скажите, у вас есть какие-то подтверждения вот этой информации? Да, конечно. Я направляла в суд справки, которые получила из архива. Копия у меня здесь есть. Высокий суд. Я считаю, что я с честью и достоинством ношу фамилию. И более того, я имею на нее полное законное право. Истец, у вас будут вопросы к ответчику? Я уверен, что твои предки – это просто однофамильцы известного рода. Я об этом твое месте не огордился. Уважаемый истец, суд предоставил вам право задавать вопросы. Вопросы еще будут у вас? Нет, Высокий суд, вопросов нет. Стороны Вашей позиции суду понятны. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения по делу. Прошу всех встать. Ранее в программе «Аристократ против блогера». Истец требует взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей за то, что его бывшая супруга порочит честь и достоинство всего фамильного рода. Ответчик с иском категорически не согласна. Считает, что истец должен ей доплатить за то, что его фамилию теперь знают миллионы интернет-пользователей. Решение суда прямо сейчас. Прошу всех встать. Суд оглашает результивную часть решения. Суд, заслушав стороны, проверив писанное материал и дело, считает, что требования о защите чести и достоинству удовлетворению не подлежат, исходя из следующего. Согласно пункту 1 и 5 ст. 18 Гражданского кодекса, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, собственное имя и отчество, если таковое имеется, если иное не вытекает из законодательства. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с законом. При искажении, либо использовании имени гражданина способами или в форме, затрагивающими его честь, достоинство или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные статьей 153 Гражданского кодекса. В силу разъяснения содержащихся в пунктах 5 и 16 постановления плену Верховного суда Республики Беларусь от 23 декабря 1999 года о практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести и достоинства деловой репутации при рассмотрении гражданских дел, возбужденных в порядке статьи 153 Гражданского кодекса, судам необходимо выяснять, были ли распространены сведения, об опровержении которых предъявлен иск, порочат ли они честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, либо деловую репутацию юридического лица, и соответствуют ли эти сведения действительности. Ответственность за распространение таких сведений наступает независимо от вины лица, их распространившего. Ответственность за содержание информации, размещенной и передаваемой в национальном сегменте сети интернет, несут лица, разместившие, передавшие эту информацию, а также владельцы информационных ресурсов. Опровержение информации, распространенной посредством интернет-ресурса, сетевого издания, новостного агрегатора, осуществляется на том же интернет-ресурсе, в том же сетевом издании, на том же новостном агрегаторе, посредством которых были распространены опровергаемые информационные сообщения или материал. Пункт 5 статьи 43 закона о средствах массовой информации. Ответчица в ходе рассмотрения дела признала, что поскольку их семья с истцом не сложилась, она явилась инициатором развода и после расторжения брака оставила фамилию бывшего мужа, против чего он не возражал. Ответчица полагает, что осуществление ее деятельности с использованием фамилий бывшего мужа, связанное с преподаванием на курсах, где молодым людям прививаются хорошие манеры, они проявляют активное участие в заседаниях литературного клуба, где расширялись их познания в области отечественной и зарубежной классической литературы, прямо или косвенно не порочат честь и достоинство истца. Суть считает, что информация об употреблении ответчицей распространенной фамилии Мицкевич, которая в установленном порядке оставлена ей после расторжения брака с истцом в отношении ее деятельности, имеет исключительно информативный характер, непосредственно к нему не относится, а поэтому его честь и достоинство никоим образом не умоляет. Поскольку истцу отказано в иске в защите чести и достоинства, заявленные им требования компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.